Украина Украина, святая земля Ряды Украинской морской партии Сергея Кивалова постоянно растут. Политическая сила находит поддержку не только среди жителей Одессы, но и Одесской области. Результатом недавно подписанного меморандума о намерениях совместного участия в местных выборах между Украинской морской партией и Одесским областным союзом инвалидов и ветеранов войны в Афганистане стало еще более интенсивное развитие политической силы в Одесском регионе. Так, в Подольске, в Вышем Котовске прошла областная конференция Украинской морской партии. Поздравил с избранием главу Подольской районной организации политсилы и вручил партбилеты однопартийцам лидер Украинской морской партии, почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. Есть очень серьезные проблемы и эти проблемы должны решаться на местах. Чем отличается наша политическая сила? Знаете, отличается тем, что мы хотим, чтобы депутаты районного, городского совета, областного совета были выдвиженцы именно, если это Котовск, они должны избирать себе местного депутата. Этот депутат должен быть авторитетный, чтобы его воспринимали хорошо, чтобы к нему приходили с разными проблемами и он их разрешал. Ну вот, я смотрю, что авторитет, уважение воинов-афганцев здесь. Сергей Кивалов также принял участие в возложении цветов к памятнику воинам-интернационалистам. Визит в Подольск совпал с двумя значимыми для ветеранов Афганистана праздниками – Днем ВДВ и Днем Пророка Ильи, который считается покровителем воздушно-десантных войск. Несмотря на то, что три года назад дата празднования Дня воздушно-десантных войск была перенесена со 2 августа на 21 ноября, служившие в советских войсках афганцы продолжают придерживаться исторических традиций. В этом году День ВДВ отмечают уже 90 лет. Также в этот день воины-интернационалисты и представители Украинской морской партии возложили цветы еще к одному мемориалу погибшим воинам недалеко от Подольска в селе Новоселовка. Сегодня мы празднуем в городе Подольске день военно-воздушных сил. И празднуем вместе город Подольский, Подольский район. Все собрались, все афганцы, которые служили в ВДВ и не служили. Мы все братья и празднуем все вместе такие праздники. Ветераны Афганистана идут в местные советы от Украинской морской партии, чтобы решать проблемы, накопившиеся за долгие годы в каждом районе, в каждом населенном пункте области. Их немало. Это и экология, и рост цен на коммунальные услуги, и социальная защита ветеранов, пенсионеров, детей войны и многое другое. Проблем всегда везде хватает, они обыденные, какие бытовые проблемы, которые есть всегда везде. У нас проблемы, естественно, мы касаемся больше, встречаемся по вопросам инвалидов, семей погибших, а также к участникам боевой идеи. Почему? Потому что законы прописаны, но они не работают, естественно, финансование очень слабое или вообще нет. Сейчас мы объединились по вопросу всего. Плюс, естественно, реабилитация людей, плюс непосредственно жители города Котовска, то бишь Подольска. На данный момент очень много возникает бытовых вопросов. Вы понимаете, что такое сейчас? Ни работы нет, ни юридической допомоги нормальной нет, ни с больницей проблемы, финансовая сторона людей хромает. Вопросы о переносе и отмене праздничных и памятных дат, сносе памятников, переименовании улиц и городов, как нигде актуальны в городе Подольске. Большинство местных жителей продолжают называть город Котовском, вопреки закону о декоммунизации. Можно было опрос сделать, нужно было спросить, но, к сожалению, никого не спрашивают. Как не спрашивали по переименованию, так и не спрашивают по празднику. Слава Богу, что мы смогли отстоять 9 мая, 8 марта. Миллион подписей собрали для того, чтобы сохранить. Необходимо будет, будем и отстаивать вопросы, связанные с названием Подольска, вернуть ему Котовск. Декоммунизация, вот она столько вреда внесла в души, внесла в названия, в памятники, и что добили. Вместо того, чтобы этим заниматься, предыдущая власть, нужно было заниматься экономикой. Нужно было создавать рабочие места. Нужно в этом отношении работать. Украинская морская партия создала не одну тысячу рабочих мест. Создав национальный университет, юридическая академия, это государственный вуз. Создав международный гуманитарный университет, это не государственное высшее учебное заведение. Сегодня там работающих около тысячи человек. Мы реально это делаем. И когда люди делают, стараются, тогда можно и разрешить эту проблему. Мы своим примером показываем. Если есть поддержка, политическая поддержка, такая, как у нас, украинской морской партии, можно построить и создать и в Котовске, и в Балтии, и в Одессе, и в других городах. Это сегодня самое главное. Социальные проекты, которые уже много лет Украинская морская партия реализует в городе Одессе, теперь будут доступны и жителям Подольска. Первым шагом стало открытие юридической клиники на базе приемной Украинской морской партии Сергея Кивалова. Чтобы получить бесплатную юридическую помощь местным жителям, нет необходимости ехать в Одессу. Многие вопросы можно будет решить непосредственно на месте. У нас есть договор. Нам предложили идти вместе на выборы в местные советы с морской партией. И на сегодняшний день морская партия выполняет свои обязательства. Они предложили сделать социальный такой пакет, бескоштовная юридическая клиника. То есть бесплатные юридические услуги. Мы сегодня открыли этот пункт, этот офис. И любой гражданин, так говорят, Котовского района, да и приближайшие районы, могут сегодня приехать и получить бесплатную юридическую консультацию. Украинская морская партия Сергея Кивалова намерена сделать доступными для жителей Подольска и другие социальные проекты, такие как бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров и бесплатные медицинские услуги. Сегодня очень много социальных проектов со стороны Украинской морской партии. В частности, проект почетного гражданина города Одессы Сергея Кивалова по противодействию коронавирусу, а также развитие международного гуманитарного университета телемедицинской помощи жителям Одессы показывает свою эффективность. Сегодня государство не в состоянии справиться со всеми проблемами здравоохранения, которые сегодня есть. И вот только активная гражданская позиция таких людей, как Сергей Сергеевич Кивалов, как члены Украинской морской партии, позволяют нам сегодня давать значительные медицинские сервисы жителям Одесской области. Конференцию Подольской районной организации Украинской морской партии Сергея Кивалова посетили и представители соседних районов – Балского, Ананьевского, Окнянского, где также созданы многочисленные организации Украинской морской партии. Мы стремимся к тому, чтобы ветераны были представлены во всех органах местного самоуправления, начиная от областного совета, заканчивая старостатами, старостынскими округами и органах управления ОТГ, для того, чтобы иметь возможность влиять на процессы, которые происходят у нас на местах. Нам самое главное – это люди, которые за нами стоят, и их благосостояние, и их социальное обеспечение. Лидер Украинской морской партии также посетил местный рынок. Проблемы жителей Подольска такие же, как и во многих других городах Украины. Отсутствие работы, низкие заработные платы и мизерные пенсии, которые ставят пенсионеров перед выбором – оплатить коммунальные услуги или купить продукты, чтобы элементарно выжить. Многие местные жители обратились к Сергею Кивалову с личными вопросами и уже записались на прием в юридическую клинику. Также была поднята одна из самых животрепещущих проблем города – подъездная дорога. Есть одна проблема – плохие дороги. Всячески все будем делать для того, чтобы поднять этот вопрос. Все будем делать, чтобы лоббировать интересы и выделение денежных средств в первую очередь в этот район. Все это связано с бюджетом области. И Украинская морская партия будет делать все для того, чтобы к Подольску был хороший подъезд. Лидер Украинской морской партии уверен, что представлять интересы Подольска в районном, городском, областном советах могут только местные жители, которые живут здесь и досконально знают о всех проблемах города. Именно такие люди достойны быть кандидатами в депутаты местных советов. А Украинская морская партия Сергея Кивалова будет оказывать им всестороннюю поддержку.